МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Впервые в Петербурге конкурс кутюр по-русски из своей коллекции представили дизайнеры из России и зарубежных и реализовались в трёх номинациях. Жюри выбирали мастеров в категории детские кутюрье, кутюрье года и свадебные кутюрье. Свои работы представили порядка 30 участниц. Это модельеры из России, Беларуси, Казахстана и Украины. Номинация детский кутюрье на подиуме – самые юные модели. Главный наряд вечера – пышные платья принцесс. Я чаще шила для подруг платья, сейчас решила для детей попробовать. Мне кажется, для детей всё-таки немножко тяжелее шить, потому что, например, для взрослых что хочешь можно сделать? Вырез, какие-то такие. А для детей нужно оставить вот эту детскость. Кутюр по-русски – это история о том, как исполняется мечта. Всего лишь год назад организатор конкурса Евгения Саталкина создала свою онлайн-школу швейного мастерства. Дизайнер шьёт платье вручную, без единой машинной строчки. Благодаря необычному подходу к делу у Евгении появились последовательницы. Это авторская техника, именно поэтому был такой всплеск моего швейного акка. То, что за год набралось более 300 тысяч людей, это достаточно много. То есть простым продуктом людей бы я не заманила бы. Аленький цветочек Евгении Саталкиной открывал показ для взрослых. Женственность и утончённость – отличительная черта нарядов. В особый восторг зрителей привёл показ свадебных платьев. Мне очень всё понравилось. И качество, и дизайн, и сложность исполнения. Эта ручная вышивка меня просто покорила. В финале вечера жюри выбрали трёх победителей. Гран-при конкурса 200 тысяч рублей получила Екатерина Роман. Она представляла детскую коллекцию. Екатерина Роман! Поздравляю! Это детская номинация! Дизайнер потратит приз на развитие модного бизнеса. В её планах – создание новой линейки образов. А конкурс-показ «Кутюр по-русски» планируют сделать ежегодным. Евгения Булатова, Роман Ткаченко, Дмитрий Кундрюков. Евразия в тренде. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...